Привет, дорогие! Опять делюсь с вами из своего мобильного офиса, который передвигается. Некоторые люди задают такой вопрос. Брат Дмитрий, вы проповедуете и учите о небесах и небесных вещах в Иисусе. Да, и аминь. А о чем ты учишь? О чем ты проповедуешь? Небеса – это Царство Небесное, это Царство Божье, нашего Царя, которому мы и служим, и поклоняемся. И говорят такое, брат Дмитрий, вы вот практикуете и иногда берете людей на небеса, помогаете им подняться в небесные сферы. Как бы пытаетесь помочь им войти в небесные сферы. Правильно ли это? Библейски ли это? Называете ли вы себя привратником или стражем небес? Скажу, да, я называю себя привратником и я называю себя стражем небес. Так как и все мы, в принципе, как христиане, должны быть привратниками и стражами небес. И особенно, когда кто-то находится в позиции власти, чтобы учить, наставлять, исправлять, он является тем, кто помогает другим. Входить в небесные сферы, в сферы Царства Небесного, в сферы Царства Божьего. Хорошо, кто-то может задать такой вопрос. Что-то вы, брат Дмитрий, обнаглели, возгордились и много на себя берете. Я хочу посмотреть, друзья мои, в одно место Писания. По-моему, это 22 глава Евангелия от Матвея. Нет, скажу сейчас так, друзья мои. Это 23 глава Евангелия от Матвея, 13 стих. Давайте вместе прочем внимательно. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры. Почему горе? То есть мы понимаем, фарисеи, книжники, были на тот момент в определенной позиции. Они занимали определенную религиозную позицию, статус. Почему горе вам в этом стихе? Ибо вы закрываете Царство Небесное перед людьми. Вы сами не входите в Него и не впускаете тех, которые хотят войти. То есть эти ребята находились в определенном положении. Имели определенный, как мы говорили, духовный, религиозный статус. Иисус говорит, горе вам, у вас проблемы, потому что вы перекрываете доступ в Царство Небесное. Вы закрываете дверь Царства Небесного перед носом людей. Тогда, когда вы должны быть привратниками и открывать эту дверь, вы сами не входите в Него. Сами не хотите войти. И не впускаете тех, которые хотят войти. Поэтому, чтобы нам, как служителям Иисуса Христа, не унаследовать и не пить из этой чаши горя, и не уподобиться книжникам и фарисеям, нам, как служителям, как священникам, нужно не закрывать Царство Небесное перед людьми. Номер один. Второе, нужно входить самим через эти врата и впускать, помогать входить тем, которые хотят войти. драгоценный вход в Царство Небесное через хотение. Есть у тебя хотение, есть у тебя желание. Да, хочу войти в Царство Небесное. Входи. Я помогу тебе. В те двери, в те окна, в те порталы, в те врата, в которые я входил, переживая Царство Небесное, я становлюсь привратником этих врат. и, соответственно, могу сам помогать другим входить через эти врата, через эти порталы в духовные сферы Небесного Царства. Это та ответственность, которую Господь дает тем, кого Он ставит в Церкви. служителем, священнослужителем. Конечно, мера ответственности и мера помазания на том или ином привратнике будет отличаться. Но если кто-то из нас хотя бы один раз вошел вратами в Царство Небесное, то тогда Он стал привратником. Больши ли это врата или малые, неважно. Поэтому мы понимаем, что есть только одна дверь. Дверь. Я есим дверь овцам, говорит Иисус. Есть только одна дверь в Царство Небесное, в Царство Божье, в духовные сферы Божьи, в небеса небес, в небесные сферы. Есть только одна дверь, и это дверь Иисус. Но войдя этой дверью, ты увидишь, есть огромное количество, огромное множество ворот, врат, различных порталов, ведущих в различные сферы небес. и там ты становишься привратником и помогаешь другим войти. Я люблю проповедовать о небесах. Я люблю проповедовать о небесных сферах и помогать другим двигаться в этих сферах. Я сам только начал. Я сам ученик Иисуса. Я только учусь. И я знаю, что чем больше я учусь и познаю, тем меньше я на самом деле знаю и понимаю, насколько много еще нужно познавать. И слава Богу, что все же есть те, которые желают учиться и которые входят, которые переживают небеса, сами для себя, которые учатся ходить с Господом не только на земле, но которые также учатся ходить с Господом в небесных сферах. это есть наставничество, это есть ученичество, которое все мы должны практиковать. по мере возрастания нашего в царстве небесном, в царстве Божьем, по мере возрастания нашего мандата, нашего посланничества в Господе и нас, как посланника в нем, будет возрастать ответственность. кто-то будет над пятью городами, кто-то над десятью городами, кто-то будет над одними вратами, кто-то будет над двадцатью вратами ответственными. И врата, кстати, это то место, где не только мы находимся как привратники, но и определенные ранги ангелов находятся как привратники. Во вратах небесных это то место, где очень часто осуществляется наше взаимодействие с различными ангельскими чинами, с различными ангелами, потому что они также являются привратниками врат небесного царства. И мы учимся от Господа взаимодействовать с ангельскими привратниками, чтобы было правильное и здравое и благословенное взаимодействие. Когда вы приедете к примеру в какую-то страну, ну к примеру в Африку, и для вас в саванне будет организован определенный тур поход. и вообще в какое бы место вы не приехали, особенно то, в котором вы никогда не были, но вы хотите посмотреть на это место и получить определенные впечатления. вы за это заплатили сумму денег и вы хотите получить определенные переживания в этой сфере и организован для вас турпоход, будь то пеший турпоход или на определенном виде транспорта, не знаю, к вашей группе будет прилагаться кто? Гид. Туристический гид. Это будет личность, которая уже не раз посещала то место, в которое вы отправляетесь, которая долго изучала это место, имеет не только знания, но и практические навыки, как ориентироваться в этом месте, что делать в этом месте и что не делать в этом месте. И без гида вас не отпустят туда самих по себе, потому что могут возникнуть проблемы, будь то поход в горы, будь то поход в пещеры. И этот гид, он просто будет помогать вам переживать это прекрасное место и при том еще остаться живым и не повредить себе. То же самое в духовном мире. Те духовные небесные сферы, которые Господь хочет открывать и показывать своему народу. Он готовит и подготавливает своих гидов, которые уже неоднократно были в этих сферах и которые научились движению в этих сферах, перемещению в этих сферах и знают, что можно и что нельзя и как далеко можно зайти, чтобы потом еще выйти. И Бог помазывает и поставляет таких гидов телу Иисуса Христа, чтобы они на начальных этапах помогали другим и брали их в эти тур походы, брали их в эти места, помогали им, рассказывали им, чтобы народ Божий получал определенные переживания и возрастал в познании Господа и того наследия, и того благословенного духовного пространства, царства небесного, которое Бог приготовил для нас, любящих его. Написано, что Отец, не бойся, малое стадо, ибо Отец завещал тебе царство, царство Божье, царство небесное, по завещанию Отца, это наше наследие, которым мы уже можем пользоваться на данный момент, сейчас. Разница заключается в том, что мы не платим за эти туры, за эти тур поездки и переходы, потому что за все это оплатил Господь Иисус. Ценую своей крови. И после того, те, которые были в этих турпоездках и пережили определенные вещи в небесных сферах, со временем будут также квалифицированы становиться гидами и помогать другим входить в те сферы, в которые они сами вошли. бог сказал горе вам книжники и фарисеи, потому что вы закрываете царство небесное. перед людьми вы сами не входите в него и не впускаете тех, которые хотят войти. мы можем сказать это от обратного. Благословения вам, благословенные вы, служители Божьи, которые открывают царство небесное перед людьми, которые сами входят в него и в которые впускают других и помогают другим войти те, которые хотят сами войти. Благословение на этих посланниках. Благословение. И таких гидов становится все больше и больше. И тех, которые хотят знать Бога и небеса становится все больше и больше. Потому что они будут способны брать то, что они видят в тех сферах и высвобождать это в сферы земные. Благословенно служение гида духовного. Слава Господу! Это то, что я сейчас хотел поделиться с вами. может это не выглядит так супер глубоко. Хотя что есть глубина, что значит глубоко? Это не всегда какие-то глубинные откровения. Это иногда что-то сказанное в простоте, но которое имеет способность открывать глубину. помните как в миру говорят и в определенной степени это соответствует все гениальное просто. Все Божье просто. Не в том смысле, что оно так легко все прямо дается, а на самом деле, что просто в том смысле, что ясно. Благословений всем вам, дорогие. Хочу пожелать, практикуйте, практикуйте. огромные просторы перед вами. Все мы физически любим путешествовать. Все мы физически любим посещать определенные места географические, исторические, природные. И наша душа радуется от этого. Наш дух и душа также будут радоваться, когда мы научимся посещать небесные сферы. Потому что на это есть воля Божья для нас. И не только на это есть воля Божья, но есть и открытый доступ. Благословений всем вам. Амин. Благословений